Трезвый красноярец пострадал, когда сотрудники ГИБДД вычисляли пьяных водителей. Автомобилист рассказывает, его остановили на Октябрьском мосту. Сначала проверили алкотестером, затем увезли в диспансер. Машину тем временем эвакуировали. В итоге все анализы, которые сдал мужчина, подтвердили. Алкоголь или других запрещенных веществ он не употреблял. Однако теперь с него требуют деньги за штрафстоянку 2500 рублей. И это не считая того, что водитель и так потратил целый день, чтобы вернуть авто. Сотрудникам не понравилось мое состояние, я так понял внешне. Ну, хотя вел себя адекватно, не умничал, документы подал. Сотрудники говорили, может быть подпишешь, что отказываешься от КНД. Я нет, согласился. Поехал, свидетельствование прошел. Когда приехали на место, увидел эвакуатор. Эвакуатор грудил уже мою машину. В ГИБДД объясняют, они работали по закону. Проверкой на месте не ограничились поведение водителя, а по мнению инспектора не соответствовало обстановке. Возможно, он не в попад отвечал на вопросы. Увозить машину в таких случаях на спецстоянку необходимо, но платить за нее теперь все-таки должен не водитель, а федеральный бюджет. Поэтому невиновному автомобилисту не стоит паниковать, однако вновь придется потратить время. Необходимо еще встретиться с дорожными полицейскими, приехать в полк ДПС и получить бумагу с решением по своему делу. Ему нужно получить постановление, если его нет, где производство по делу прекращено, и передать данное постановление сотрудникам стоянки, которые дали ему те реквизиты для оплаты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...